Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов районной администрации. 1600 обращений граждан на минувшей неделе поступило в Люберецкую полицию. По ним возбудили 55 уголовных дел, 47 из которых раскрыли по горячим следам. Кроме того, сотрудниками правопорядка были выявлены 7 фактов оборота наркотиков. Большая просьба, обращая внимание на съемные квартиры, где проживают граждане ближнего СНГ, вот и ныне там, то есть никто никакую информацию нам не сообщает, ни в прокуратуру, ни в ФСБ, ни в полицию для того, чтобы мы отработали. Прошлая неделя выдалась насыщенной и у огнеборцев. Они осуществили 29 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации пяти пожаров. Также руководитель ведомства Павел Иванов донес информацию о возгорании, которое произошло 21 мая на складском помещении в соседнем Латкарине. На момент прибытия первого пожарного подразделения было установлено, что склад размерами 75 на 150, полностью загруженный текстилем и резиновой обувью. С правой части это джинсы, то есть это все сгораемая продукция, большая горючая загрузка. Создалась высокая температура. За счет вентиляции и открытых дверей создалась тяга. Температуре выходить некуда, вышел дым. Соответственно, пошло открытое горение внутри, ну и обрушение строительных конструкций. Соответственно, к месту пожара было задействовано силы и средства по повышенному рангу. Это 13 пожарных автоцистерн, 5 подъемных механизмов, пожарный поезд, 2 вертолета МЧС. И пожар полностью ликвидирует последствия. Пожар удалось только к пятнице, то есть всю неделю практически мы занимались тушением этого пожара. В связи с тем, что такие случаи становятся скорее правилом, чем исключением, было принято решение провести профилактические мероприятия с руководителями местных организаций. Объяснять, разъяснять, скорее всего, наверное, под роспись, чтобы люди знали правила пожарной безопасности. Если на впереди лето, жара, тем более мы проживаем в лесопарковом массиве, в этом плане нужно Юрий Васильевич совместно с пожарной охраной, со службами МЧС проводить такую профилактическую работу, воспитательную. Также на заседании стало известно, что у Люберецкие предприятия жилищно-коммунального комплекса приступили к профилактическому ремонту и подготовке к новому отопительному сезону. Аварийных отключений на данной неделе не было. 19.05. в городе Люберц и 24.05. в поселке Тамиль проведены выездные совещания, в ходе которых было проверено качество выполнения ремонтных работ подъезда в жилом фонде. Выявлены болевые точки и пути их решения. Стоит отметить, что в городском округе Люберцы продолжается борьба с парковкой на газонах и выполнение ямочного ремонта дорог. Последние полностью завершат в первых числах июня. Анна Троян, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ.